здравствуйте уважаемые подписчики и зрители нашего канала садоводы которые любят свой сад и свои плодовые деревья делают важную обработку весной от вредителей и болезней это первая обработка которая проводится весной практически сразу после схода снега главное условие чтобы почки были не набухшими и тем более не распустившимися потому что в это время применяются искореняющие мощные смеси они спасают от 95 процентов грибков болезней даже вредителей напоминаю что в идеале опытные садоводы проводят четыре обработки весной первое до начала сокодвижения и набухания почек вторая на стадии зеленого конуса это когда почки набухли готовы раскрыться третья стадия до цветения в фазе бутонизации и 4 сразу после цветения почему же так много обработок а все дело в том что на разных стадиях развития деревьев весной пробуждаются разные вредители конечно рядовой садовод не проводит все четыре обработки максимум одну-две но и этого порою хватает чтобы хорошенько сократить численность вредителей болезней первую искореняющую обработку лучше не пропускать она считается максимально важной свои яблони сливу и вишню я обрабатываю мочевины весной это и обработка и подкормка одновременно так как азот потом все равно смывает корням растений развожу 500 граммов мочевины на 10 литров воды и тщательно опрыскиваю все стволы и веточки обрабатываю по крайней мере докуда могу дотянуться а эффект виден летом там где обработала плоды листочки и веточки чистенькие без единой болячки а там где не дотянулась не так все радужно перед обработкой внимательно посмотрите если почки слегка набухли то лучше возьмите трехпроцентную бордовскую смесь и произведите так называемое голубое опрыскивание помогает от парши плодовой гнили и вредителей которые в это время находятся на дереве следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях а также не забудьте заглянуть в описании под видео там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет магазины всего вам доброго спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! Продолжение следует...